Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мшика. Сегодня открываю новую рубрику под названием «На самом деле». В своем сообществе я попросила вас поделиться ссылками на рецепты, которые вы бы хотели проверить на моем канале. Моя подписчица Татьяна дала мне ссылку пирога, который, как утверждает автор этого рецепта, можно приготовить за 3 минуты и он получается чудесным. Посмотрим, на самом ли деле этот пирог можно приготовить за 3 минуты и на самом ли деле этот пирог получается чудесным. Ну что, начинаем! Список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. На столе у меня приготовлен весь инвентарь и продукты, которые мне понадобятся для приготовления этого пирога. А также форма размером 20х20 см. Это квадратная форма, я ее смазала растительным маслом. Автор рецепта выпекает этот пирог в форме диаметром 22 см. А форму ничем не смазывает, потому что это силиконовая форма. Ну, если вы будете выпекать металлическое, как у меня, естественно, чем-то смажьте. Либо растительным, либо сливочным маслом. Также на столе у меня телефон, я буду использовать секундомер. И проверим, действительно ли этот пирог можно приготовить за 3 минуты, как обещает автор этого рецепта. Готовлю строго по рецепту автора. Ну что, начинаем! Нажимаю на старт. Поехали! В миску наливаю 500 мл кефира. Автор рецепта говорит о том, что можно использовать любой кисломолочный продукт. Добавляю 1 чайную ложку соды. И все перемешиваю. Автор рецепта говорит, что соду можно заменить разрыхлителем. Но лично я бы разрыхлитель в кефир не добавляла. Я бы его смешала с мукой. Добавляю 2 яйца, а также ванильный экстракт, или можно ванилин, или ванильный сахар. И все перемешаю. Автор рецепта не говорит о том, сколько нужно перемешивать по времени. Я перемешиваю до тех пор, пока желтки и белки не перемешаются с другими ингредиентами. Процесс приготовления пирога я не монтирую. Я делаю это для того, чтобы вы имели возможность видеть, сколько конкретно времени потребуется на каждый процесс приготовления этого пирога. И сколько времени в целом уйдет. Далее добавляю 100 мл растительного масла без запаха. Его также можно заменить и растопленным сливочным маслом. Все перемешиваю. Далее добавляю полстакана сахара. Это 125 мл, именно мл, не грамм. Также щепотку соли. И все перемешиваю. В рецепте автора все перемешивается венчиком, поэтому миксер я не использую. Теперь в несколько этапов добавлю муку. Муки у автора ушло 400 г. Я посмотрю, сколько уйдет у меня. Автор говорит о том, что количество муки зависит от яиц, а также от кисломолочного продукта, который вы используете. Поэтому нужно ориентироваться по самому тесту. Оно должно быть густым, как сметана. Автор рецепта говорит о том, что для этого пирога понадобится от 400 до 500 г муки. Но на мой взгляд, это очень нечеткое, неточное количество муки. И количество муки может почувствовать только хозяйка, у которой есть опыт. Я помню себя молодую хозяйку, когда в рецепте было неточное количество муки, у меня были очень большие сомнения, потому что я еще не чувствовала теста. Я не понимала, какая консистенция, как сметана. Сметана тоже бывает у всех разная. Поэтому нужно указывать более четкое количество муки. Лучше указать, какой процентной жирности молочный продукт, который используется в рецепте, и тогда уже можно указать более четкое количество муки. Я понимаю, что оно может отличаться у каждой хозяйки, потому что даже если кисломолочный продукт одинаковой жирности, количество муки тоже может отличаться. Но это в пределах 20-30 граммов. Но 100 грамм, на мой взгляд, это немножечко многовато. Но это только мое мнение. Продолжение следует... Вот такая вот консистенция теста у меня получилась. Я старалась перемешивать как можно быстрее. Но вы понимаете, что я же не могу оставить комочки, если они есть в тесте. Их же нужно перемешать. Возможно, если замешивать миксером, то процесс пойдет быстрее. А возможно, кто-то из вас перемешивает тесто гораздо быстрее, чем я, и у вас получится уложиться в предложенное автором время. Но вы сами видите, сколько времени уже на секундомере. А тесто мы еще не закончили. Выливаю его в подготовленную и смазанную растительным маслом форму. Автор рецепта говорит о том, что сверху на тесто можно положить любые фрукты, какие вы хотите, или любой джем. Автор рецепта использует лимонный джем. Я же буду использовать малиновый джем, который я делала сама. И так же, как и автор рецепта, кладу его чайной ложечкой сверху на тесто. Также автор рецепта говорит о том, что можно налить сначала половину теста, затем в середину положить какой-то джем или фрукты, и затем снова накрыть тестом. Тоже такой вариант может быть. Духовку я предварительно нагрела до температуры 180 градусов Цельсия. Буду выпекать пирог 35-40 минут, как советует автор, или до готовности. Ну и теперь, друзья, вы сами видите, сколько занял весь процесс. Нажимаю на стоп 6 минут 53 секунды. Это заняло у меня, возможно, вы сможете сделать быстрее. Ну, сами понимаете, никак не 3 минуты. И это я посчитала только сам процесс приготовления. Все продукты я приготовила заранее, и это время не включалось в приготовление этого пирога. Пирог готов. Выпекался он у меня 40 минут, так же, как и у автора. Готовность я проверила лучинкой, она сухая. А теперь пирог необходимо переложить на тарелку и дать ему полностью остыть. Автор этого в рецепте не показывает, он уже показывает разрезанный пирог. Ну, а я вам покажу, как делала это я. Мой пирог остыл, и не терпится его уже разрезать, посмотреть на его структуру и попробовать на вкус. Разрезаю пирог точно так же, как он разрезан у автора. Естественно, это несущественно важно, как вы разрезаете, но так как я повторяю чей-то рецепт, то стараюсь делать все до мельчайших деталей. По внешнему виду мне пирог очень даже нравится. Он получился красивым и золотистым. Он немного отличается от пирога автора. У меня джем, который я наносила сверху, затянулся в тесто. Возможно, он находится где-то в середине или даже на дне пирога. У автора же сверху видно такие вот, как бы, широкие поры. Но я думаю, это несущественно важно. На внешний вид пирога не стоит обращать внимание, потому что это совершенно простое тесто. Самое главное, это вкус и структура теста. Ну и сверху, так же, как у автора, посыпаю сахарной пудрой. Ну и теперь смотрим, каким же получился пирог внутри. Ну и смотрим, какая структура. Как и я предполагала, джем опустился на дно пирога. Но это совершенно не важно и не мешает. Моя подписчица Татьяна писала о том, что пирог у нее не пропекся. И сначала у меня было недоумение, потому что первое, что мне пришло в голову, но ведь можно было этот пирог выпекать дольше, и тогда бы он пропекся. Но когда я попробовала этот рецепт, когда я попробовала этот пирог на вкус, я поняла, что имела в виду Татьяна. И что имели в виду другие зрители, у которых тоже пирог не пропекся, и они написали об этом под видео автора. Пирог получается неприятным на вкус, отдает немного содой, имеет такую пластилиновую, клёклую структуру. Ну, совершенно не понравился ни мне, ни моей семье. Поэтому, друзья, буду ли я готовить этот пирог? Нет, конечно. Но опять-таки, это мой вкус, и это мое мнение. Возможно, автору рецепта такие виды пирогов нравятся, а также нравятся другим зрителям. Все мы люди разные. Но, честно вам скажу, мне нет. Я понимаю, что зрители ютуба привлекают яркие названия. Я блогер, и я это знаю. Но, друзья мои, здесь полное несоответствие. На самом ли деле этот пирог можно приготовить за 3 минуты? Конечно, нет. На самом ли деле этот пирог получается чудесным? К сожалению, нет. Видео получилось длинным, но это лишь потому, что я хотела вам показать, что заявленное автором время не соответствует на самом деле в реальности. Последующие видео-рубрики на самом деле уже не будут такими длинными. Обещаю. Друзья, буду с нетерпением ждать ваши отзывы и комментарии. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Какие рецепты вы бы хотели проверить на моем канале. Буду с нетерпением ждать вашего мнения. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения и, конечно, приятного аппетита. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok